А мы возвращаемся к главной теме нашего выпуска. В минувший вторник в России отметили День защитника Отечества. По традиции 23 февраля принято чествовать людей военных профессий. Тех, для кого служение Родине не пустой звук. Буквально несколько минут назад мы рассказали вам об Иване Кладкевиче и Андрее Брославском. Представителях старшего поколения, которые посвятили свою жизнь отчизне. Теперь в центре внимания те, кто только начинает свой путь в ратном деле. Наша съемочная группа побывала в ведущих военных учебных заведениях областной столицы, Тверском Суворовском военном училище и военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. А я вот представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия и взводные. Для семьи суворовца Егора Сопова эти слова героя Владимира Дружникова из киноленты «Офицеры» стали настоящим девизом. Просмотр этой картины – обязательный пункт в программе празднования 23 февраля. И это не случайно. В семье Егора уже сложилась настоящая военная династия. А отец юноши и сам суворовец. Он окончил Тверское военное училище и поехал служить. Он поступил в высшее десантное училище в Рязани. Окончил его и начал свою службу. Что для тебя значит вот сейчас, на данный момент, ношение формы военной и продолжение традиций до семьи? Вслед за отцом ты тоже человек теперь военный, уже и суворовец тоже. И сегодня для юных тверских суворовцев образ русского офицера, воплощенный во многих художественных фильмах и книгах, остается образцом для подражания. Со славными страницами военной истории страны молодое поколение ознакомит в стенах Тверского суворовского военного училища. Сегодня Тверское СВУ является гордостью Верхневолжья. За годы своего существования училище вырастило целую плеяду достойных и преданных своей родине людей. В 2020 году учебное заведение переехало в новые просторные корпуса в Мигалово, где есть все необходимое для освоения военной науки. Здесь просторнее, живешь в одной комнате, легче идет обучение делать сам по, никто не мешает. На память о нашей встрече и в преддверии Дня защитника Отечества Медиахолдинг Тверской проспект совместно с партнерами приготовил для будущего офицера подарки. Игорь, в преддверии 23 февраля Дня защитника Отечества наш Медиахолдинг Тверской проспект поздравляет тебя и вместе с партнером шинным центром Вианор дарит тебе вот такой подарок. Шинный центр Вианор предоставляет услуги по автосервису, сход развалу и шиномонтажу. Занимается продажей легковых и грузовых шин, дисков, АКБ и запчастей. Специалисты центра гарантируют высокое качество товаров, услуг и гарантию низкой цены. При покупке шин предоставляется бесплатное сезонное хранение. Действуют акции бесплатный шиномонтаж на множество брендов. Шинный центр Вианор работает круглосуточно. Телефон 47 65 69. Это еще не все. Еще один партнер нашего Медиахолдинга Тверской проспект также решил тебя поздравить. Учебный комбинат на Дурмановском тоже дарит тебе подарок в преддверии 23 февраля. Учебный комбинат на Дурмановском оказывает широкий спектр образовательных услуг. Здесь вы можете пройти обучение на любую категорию транспортного средства. Кроме того, учебный комбинат приготовил особую акцию. При обучении одновременно на категории А и Б скидка 5000 рублей. Государственный учебный комбинат на Дурмановском от всей души поздравляет сильную половину человечества. Вас, дорогие мужчины, с 23 февраля. Спасибо вам за то, что позволяете нам быть слабыми, беззащитными. Спасибо вам за уверенность в завтрашнем дне. С праздником и всех благ. Кроме того, от «Зао Калининская» Егор получил в подарок продукцию предприятия. Сегодня «Зао Калининская» создает широкий ассортимент товаров, которые можно найти на полках тверских магазинов. Вся продукция «Зао Калининская» — это экологично, натурально, а главное — вкусно. А компания «Автопопа тайм» передала Егору Сопову подарочные сертификаты и набор автомобилиста. Компания «Автопопа тайм» занимается продажей проверенных автомобилей с пробегом и гарантией. Предоставляет услуги кредитования и страхования. У компании есть свой сервисный центр, где вы можете обслужить или отремонтировать автомобиль. Также компания занимается подбором автомобилей по всей России и их доставкой покупателю. В этот замечательный день от всей нашей компании поздравляем всех служивых мужчин с этим замечательным праздником, Днём Защитника Отечества. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. И ждём вас всегда в нашей компании «Автопопа тайм» за замечательными покупками. Важную работу по обучению молодых кадров ведут и другие военные и учебные заведения, а также воинские части Твери. В их числе 196-й военно-транспортный авиационный полк. Его военнослужащие выполняют задачи как на территории России, так и за рубежом. Экипажи полка доставляют гуманитарные грузы в другие страны, перевозят технику и личный состав, участвуют в учениях. Уважаемые военнослужащие и ветераны вооружённых сил, поздравляю вас с Днём Защитника Отечества. Для нашей страны день 23 февраля – это праздник мужества, воинской доблести и преданного служения интересам России. Ценой жизни наши войны спасали страну от врагов. Благодаря их героизму и самопожертвованию Россия стала сильным и свободным государством. Наша обязанность – помнить об этих подвигах, уважать всех, кто сберёг для нас Родину и сейчас несёт ответственную воинскую службу. Наш низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто прошёл суровую школу боевых действий в советские и постсоветские годы. Большая вам благодарность и вечная память павшим воинам. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России. История России помнит немало драматичных событий, но на протяжении сотен лет надеждой и опорой нашей страны были и остаются бесстрашные русские воины, защитники своего отечества. Вся история государства российского неразрывно связана с историей воинства, а армия – это всегда неотъемлемая часть российского народа. Особые слова по традиции 23 февраля звучат в адрес тех, кто находится на боевом посту, защищает интересы России как внутри, так и за её пределами. Мирного неба над головой, здоровья и благополучия вам и вашим близким.